ПЕСНЯ Опа! Припарковались! Здравствуйте! Ничего себе тачка какая! Крутая? Ага! Я её из Германии пригнал. АБС, противобуксовочная, гидравлика, пневматическая подвеска. Я пока растаможил, я чуть не офигел. Вот гады, да? Научились же делать. Вот это аппарат. Да. Я, чтобы получить эту категорию, пришлось даже на права пересдавать. А мою еще дед выбирал. Бомба. Сносу не будет. Красивая. О, мужик, ты что с чемоданом? Тебе что, жена из дому выгнала? Нет, вы что, это аптечка. Вдруг чего случится, пока гуляем? Ты что, затарился до совершеннолетия, что ли? Муха! 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 Ах ты! Это же обычная муха, ты что, мужик? Муха, это разносчик инфекции. Это же от лещей. Хорош, у тебя сейчас ребенок задохнется. И задохнется в противогазе. Да хорош, все, она улетела уже. Блин, надо было ее поймать и в лабораторию отдать. А так придется с ребенком на МРТ идти. Мужик, тебе самому на МРТ башки сходить надо. Вчера делали, все в порядке. Какая хорошенькая. Это девочка у вас? Да, девочка. А у вас тоже, смотрю, девочка, да? Че это девочка? Пацан? У вас просто коляска розовая. Че это розовая? Черная коляска, выгорела просто. А у тебя кто? А у меня мальчишка, богатырь, крепыш. Ой, держи глюканат кальция. Забыли. Вот, молодец. Че-то жарковато, да? Ну-ка, кондерчик. О-о-о, хорошо. Ну, меняйте, меня удивишь, у меня тоже кондиционер есть. Он, дырка, величиной с кулак. Смотри, сквозит капец. А я считаю, что кондиционер это очень вредно для детей. Если хотите понизить ребенку температуру тела, дайте ему просто жаропонижающее и все. Слышь, ты че над ним так издеваешься? Он че-че, не родной что ли? Я о нем забочусь. Забочусь. О-о-о, why do you cry, baby? What's going on? А, вы с пеленок решили на английском говорить, чтобы ему потом легче было работу хорошую найти, да? Да нет, это на случай, если папе придется по-скорому со страны слинять. А это на каком языке? На цыганском. Я просто как-то его на вокзале забыл, да его чуть цыгане не увели. Вот сейчас учим цыганский, чтобы мог объяснить, что у него денег с собой нет. Вот посоветоваться с вами хотел. Вы своей давно флюорографию делали? Да ты че, я ей только полгода. Ну и что, нашему тоже полгода, мы уже шесть раз делали. За полгода? За прошлую неделю. Да вам походу дома ночник не нужен. У вас ребенок светится. Да, да, здорово, Калюня. Все в силе, завтра на 11 часов жду тебя в лавре. Давай. На экскурсию идете, да? Нет, Кристины у нас завтра. Заказал лавру на целый день. У нас шесть церемоний завтра. Зачем ребенка шесть раз крестить? Кумовьев много не бывает. В суде Кум надо? Надо. В МВД Кум надо? Надо. В сантехникум надо? Не надо. Это у нас тут отец героин. Шо, папаня, двоечка у нас? Ну какая двоечка? Вот двойня и тройня. А где тройня, папаша? В супермаркете забыл. Вот у меня такого быть просто не может, потому что противогоночка стоит. Вот попробуй сейчас, попробуй сейчас, дотронься. Класс, да? Очень. Вот, 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 вот. О, мужик, так у тебя пятеро. Вообще-то семеро. Первые двойняшки уже в садик пошли. Ничего себе. А что тебе вообще жена по этому поводу говорит, а? Ну как что? После второй двойни через суд запретила к ней приближаться ближе, чем на три метра. Так а тройня-то откуда? Ну как откуда? С трех метров. А, да. Ничего себе. Ой, 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 ща-ща-ща-ща. Ой, мужики. У кого-то есть какая-нибудь бутылочка со смесью? Я свою в супермаркете забыл. Да не вопрос. Держи, братан. Ага, спасибо. Что с реакцией? А, семеро детей. Извини. Ну, раз такое дело, и мы перекусим. Э, ты чё? Чё? Чё малого объедаешь-то? Да чё объедаю? Рано ему ещё пиво пить. Блин, это молоко. Перепутал. Ты посмотри, а? Малый, полбутылки уже вдул. Ну, ничего, ничего. Крепче спать будет. Сдрогнем. Ого. Он у вас что, разговаривает уже? О, 23 тоста знает. Я не понимаю, откуда он этого набрался. Я всего 18 знаю. Может, цыгане? А ваш уже что-то говорит? Мой? Моя. Первое слово было «папа». Ага, как мило. Не-не, ты не заслушал. Папа, хочу шубу. Вся в мать пошла. Эх, а мой молчит пока. Да так как ты о нём заботишься, первое слово у него будет «помоите». Да что вы такое понимаете? Мы ему самое лучшее даём. Даже смеси европейские покупаем. А чё, сиську не даёте? Нет, конечно. Кто его знает, что в той сиське? Её же ни продезинфицировать, ни прокипятить нельзя. Кстати, реально, сиську нельзя, сто пудов. Там же силикон. Да, он же вызывает аллергию. Я вообще считаю так. Кто заплатил за сиськи, того и сиськи. Соласин, Соласин. А ты, Айболит, как своего назвал? Да пока никак. Всё времени нет. То больница, то аптека. Так пока по отчеству. Да, Петрович? А ваша как зовут? Маша, Маша. У неё, кстати, даже паспорт есть. Паспорт? Да. В полгода? Ну, просто пятый кум работает в паспортном столе. Грех было не сделать, понимаешь? А мы свою обчесть деда назвали. Как? Дед. Слышь, а ты своих хомячков как назвал? А мы, чтобы не путаться, просто Саша-1, Саша-2, Саша-3, Саша-4. Ладно, я понял, понял. Тенденция понятна. И Артур. В семье не без Артура. Слышь? А это? Семь детей, это ж тяжело, наверное, да? Это ещё что? Нам вчера кошка восьмерых котят принесла. Я тут ни при чём. Жена звонит. Когда, дорогая? Как? Я понял. Жена звонила. Сказала, что беременная. Е-мое, это радоваться надо. Ну, поздравляем. Ну как? Как у нас это получается? У нас за последний месяц максимум это воздушный поцелуй был. Тихо, 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 тихо. Слышь ты, ты бы в больничку сходил, проверился, может оно у тебя передаётся воздушно-капельным путём. Ты это, когда на улицу выходишь, презерватив на голову одевай. А ну у вас. Всё, поеду. Цветы и куплю. Повод всё-таки. Э, папаша. А? Ничего не забыл? А, Артур! Кто даёт, а? О, а кто-то у нас тут проснулся? Хорошо у вас стреляшки получаются. Ага. Я год назад, когда на взятки взяли, мне пришлось такого дурака до суда клеить. Так что я профессионал. Ну всё, вроде заснуло. Да не, вроде укакалось. Понял, кондёрчик. Всё, проветрили. О, племяша. Да, племяша, здорово. Что? Кого замочил? Да ладно. Так, никуда не рыпайся, менты приедут, ничего не подписывай. Я сейчас буду. Чё там, чё там? Да племяша звонил, говорит, в школе замочил какую-то... Может, манту? Наверное, манту, точно. Племяш. Концепция поменялась. Просто не чеши. Я сейчас буду. Всё, давайте, мужики, пока. Всё, давай, пока. Ой, мы тоже поедем. Нам ещё банки ставить и электрофорез проводить. До свидания. Всё, пока. Утимытите. Да, алё. Да, продаётся новая советская коляска. Цвет воронье крыло. Да. Без пробега по Украине, да. Всё, понял, жду. Ну, всё, малой. Начинаем учиться ходить. Транспорт там и продали. Ха-ха. Так. Тридцать две тысячи. Ничего себе. Сейчас Ланос можно дешевле купить. Капец. Чё так дорого? Девушка, есть у вас какие-нибудь бэушные коляски? Или там с пробегом? Или на литовских номерах? Ну нет, что вы. Это прекрасная коляска. Три в одном. А, для многодетных? Чё ты? Не, нам для одного надо. Мы одного в одной катать будем, да. Да нет, это для одного. Просто полная комплектация. Да это полная... Чё ж такое-то, а? Чё так дорого-то? Я не понимаю. Есть что-то подешевле? Ну вон, вторая колясочка прекрасная. Подешевле. Тридцать одну тысячу. А, я понял. Дешёвку нам впарить хотите, да? Не надо нам, не надо. Вы мне лучше скажите, со скольки месяцев ребёнок ходить начинает? Ну, где-то с десяти. Ну, отлично. Подождём. Сам пойдёт. Своими ногами. Так, всё, понятно. Коляску, значит, мы вычёркиваем. Так. Что тут у нас? Мазь. Нормальная присыпка. Так. Пелёнка одноразовая. Пелёнка многоразовая. А в чём разница? Ну, в том, что одноразовую стирать нельзя, а обычную можно. Ха-ха-ха. Кто тебе такое сказал? Вычёркиваем. Так, соска. О, соска есть? Ну, конечно, есть. Есть вот анатомические, ортопедические. Кстати, в детстве я пользовалась ортопедической. Мне это очень в жизни помогло. Не надо нам такие навыки. Ну, в смысле, прикус у меня правильный. А. Ну, давайте там, обычную какую-то. Хорошо, скажите вам, резиновую или силиконовую? Слушайте, а после силиконовой соски ребёнок от нормальной сиськи не откажется? Ну, нет, конечно. Я бы отказался. Мужчина, думайте. А что тут думать? Тут пробовать надо. Мужик. А, что? Господи. Давай ты в другом месте будешь. Давай. Мне тут посрочно. Здрасте. Здрасте. Мне хорошочек нужно, по-быстрому. Ну, на вас у нас размеров нет. Вот за углом есть магазин сантехники. Да нет, это не для меня, это для ребёнка. Хорошо. А вам какой? Ну, какой? Ты не поверишь. Такой, чтобы в него можно было... Понимаешь? А, ну, конечно, понимаю. Но просто они есть разные. Есть вот обычные, есть со спинкой, есть антискользящие, есть три в одном. Три в одном? Да. Это для многодетных, понял? Они вот так рядочком садятся, и каждый в свою дырочку... Мужик, не мешай, не, подожди, я понял. Первая дырочка по-маленькому, вторая по-большому, а третья зачем? Ну, это утром, с бадуна. Когда не знаешь, в какую дырочку надо. Мужчина, пожалуйста, выбирайте соску. Да выбираю. Скажите, а вам для мальчика или для девочки? Для мальчика, мальчика. Вы знаете, у нас есть отличный горшок, вот, с рулём. Горшок с рулём? Вот откуда автозаз черпает свои идеи. Да. Прям похож на та время, да? Вот вы зря так говорите. Между прочим, эти горшочки берут и девочкам. Девочкам тоже? А, ну тогда понятно, чем моя жена, когда первый раз села за руль, сразу обделалась. Я думал, просто со страху, а оказывается, это у неё детская психологическая травма. Девушка, слушайте, а вот тут вот на штанишках написано 1200, это рост в миллиметрах? Это цена в гривнах, это новая коллекция. Старый походит, ничего страшного. Или пусть лучше за батькой донашивает. Он, я донашивал, ничего, вырос. Вот, музыкальный горшок. Музыкальный горшок? Да. Это как? Ну вот, когда малыш сходил, начинает играть музыка. Подождите, а вот чисто теоретически, вот он идёт по магазину и слышит эту музыку, он прям там все соберёт? Нет, конечно. У меня такое было. Музыка, она индивидуальна. Правда, малыш в первый раз может испугаться? Ага. Шёл по маленькому, сходил по большому. У меня такое было. Начинаю. Ну вот зря вы шутите. Между прочим, выбор горшка это очень важный выбор в жизни ребёнка. Ага, прям первый друг. Слушайте, Дешка, ну мне вообще нужен простой горшок, чтобы его можно было там на голову надеть, ну в рыцаре поиграть. В рыцаре. Ну у нас таких нет, у нас просто есть отдельно набор рыцаря. А в него какать можно? Можно. Нет. Да можно. Нельзя. Ну у меня такое было. Так. Знаете что, мужчина, а давайте-ка вы просто вот в каталоге выберите себе горшок. В каталоге? Да. Блин, да я быстрее своего пацана заделал, чем ему горшок выбрал. Ладно. Слушайте, девушка, а есть у вас набор для выписки из роддома? А вам не поздно? А чё? Не, так я ж тут это, вон, пивас таскаю. Жена говорит, чтоб к весу привыкал, вот двухлитровую взял. Да, а сама там в роддоме сидит. Так что, есть, нету? Так, скажите, а вам для мальчика или для девочки? А это мы ещё не знаем. Ага, чтобы потом сюрприз был? Чтоб сэкономить 700 гривен на УЗИ. А, хорошо, ну смотрите, есть у нас голубой наборчик за 500 гривен и розовый наборчик за 450. Ну, конечно, за 450 давайте. Даже если пацан будет, какая ему разница, в чём выписываться? Ну, главное, выписку не фотографируйте. А мы на черно-белый фотик будем. Девушка, ну, наверное, давайте вот этот вот возьмем. Ой, это отличный выбор, особенно если у ребёнка есть проблемы со стулом. Да нет у него проблем со стулом, ему просто где-то надо похезать. Смотрите, это просто говорящий горшок. Это как? Когда малыш не может сделать свои дела, там включается мамин голос с удобрительными словами. Да? Да. А ну-ка. Давай, моя принцесса, выпускай своих бабочек. Давай, моя Клеопатра, построй пирамидку. Девушка, он у вас не бэушный случайно? Ай, извините, это возврат. А. У ты моя печечка. Давай напечём куличики. Слушайте, давайте я, наверное, подгузники лучше возьму. А, хорошо. А вам какие? Ну, какие? Ну, такие, чтобы в них можно было... Я поняла, просто они есть разные. Есть с пропиточкой, гелевые, есть трусиками, есть на заклёпочках. Для мальчика, для девочки. Какой размер, какой возраст. Слушайте, я пока у вас что-то выберу, у меня Макс мой научится на унитаз ходить. О-о-о, у меня с Андрюхой такая же самая история была. Главное, на унитаз только в 15 лет научился ходить. А до этого прям в кровати дзюрил. А Андрюха, это старший, что ли? Это кот мой. Ещё самое интересное. Не читать же, не писать, ни в телефоне играться не умеет. Зайдёт в туалет, закроется там и сидит полчаса. Вот что он там делает? О-о-о, курит. Ох, я ему по губам надою. Извините, пожалуйста, мне очень срочно. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужны дышащие памперсы трусиками для мальчиков с эластичной боковиночкой. Размер пятёрочка. Хэппи-бэби ультра-премиум комфорт. Ага. Фух. Можно? Фоткар. Да зачем, не обязательно. Просто у меня пятеро. Вот, пожалуйста. А, девушка, мне то же самое, что ему. Слышь, мужик, спасибо, что зашёл. Так бы мой малой обделался. Пожалуйста. О, слава богу, профессионал пришёл. А ты даже соску выбрать не можешь. С такими-то губищами. Фух. Слышь, мужик, ты мне вот скажи, реально, что из этого всего по списку малому надо? Так, подогреватель грудного молока, не надо. Утилизатор памперсов, не надо. Увлажнитель воздуха, градусник для воздуха, градусник для воды. Фитбол, велобег, укачивающий центр, это всё не обязательно. А вот манеж, полезная штука, да. Да? Я в ней зимнюю резину храню. А чё не на балконе? А, у меня там хлама полно. Фитбол, велобег, укачивающий центр. Ага, я понял. Слушай, а присыпка-то хоть нужна? Конечно. Только держите её подальше от кухни, а то блинчики из неё не очень получаются. А, понял. Ну давай соску мне. Какую? Да любую давай, лишь бы сосалась. А, и ещё, давай мне горшок этот говорящий. А то мы, бывает, с кумом на кухне сядем, а третьего нету. А так и тара, и поговорить есть с кем. И в туалет с кухней выбегать не надо. О, спасибо. По-хорошему. Ненавижу поликлиники. Везде спиртом пахнет. А на входе пирожками. Блин. Так выпить охота, а? Вроде ж не хотел. Что за поликлиника такая, а? Бахилы по 30 гривен продают. Да не говорите, крохоборы, спекулянты, гады. О, ой-о. Но мне жена говорила, что инопланетян не существует. Это, кстати, мой второй контакт. Первый был, когда я омыватель попробовал. Вы его тоже видите? Вообще-то это мой сын. А вы по записи? Я по запаху. От этого кабинета лучше всего спиртом пахнет. А мне лекарства надо. Здрасте. На прививке сюда? О, здорово. Ух ты, чёрт. А, это малой? Да, это мой сын. С ним все в порядке? Понятно. Ну, здрасте, Егор. Александр. Да ладно, что ты начинаешь? Я не заразный. Лучше перестраховаться. Ну да, действительно. Возьмите моё средство, оно на основе спирта. Что ж ты, гад, молчал? Вы что делаете? Это для наружного применения. Ой, немного попустила. Лёва, иди сюда, здесь прививки делают. Блин, а это чё, слёт инопланетян? Ой. Это космонавт? Да нет. Я просто забыл, что затемнённое стекло. Это мы от эпидемии спасаемся. Просто зашли в аптеку, а там ни одной марлевой повязки. Я, кажется, догадываюсь, где все марлевые повязки. Зато не заболеем. Да. Сыночка, иди пока сдавай анализы, а папа очередь подержит. Я, конечно, извиняюсь, может, не моё дело, но, по-моему, он вас не слышит. А, сына, топ-топ, пись-пись, буль-буль. Сынок, иди за ним, этот парень, походу, здесь местный. Дети такие бесстрашные сейчас. А я в детстве прививок боялся. Мне все врачи говорили, не бойся, тебя всего лишь комарик укусит. А мне ещё страшнее становилось. Чего? Да вы знаете, сколько заразы в тех комарах. И малярия, и дифтерия, и дизентерия, и что хочешь. А я вот лично прививок никогда не боялся. Вот доктора боялись мне их делать. У меня просто в детском садике репутация была, не очень. Три нокаута, два нокдауна. А я прививки любил, да. Особенно запах от ватки. У меня так батя пахнул. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем эти прививки нужны? Нельзя каких-то таблетчик дать, да и всё. Что? Вы против вакцинации? Ш-ш-ш-ш. Тихо-тихо, стресс, стресс, стресс. Таблетки от стресса. Между прочим, вакцина – это введение в организм человека заболевания в малых дозах, чтобы он мог с ним сбороться. Чего? Ну это как пивка перед хорошей пьянкой дёрнуть. Понимаешь? Чтоб печень адаптировалась. О, сынок мой, единственный тот землянин, кстати. Пап, я все бахилы продал. На АКДС и полиомиелит очередь занял. Молодца. Так, Лёшенька, смотри. Пойди вот эти банки. Продай возле лаборатории с анализами, понял? Всё, чеши. Вообще-то там баночки поменьше нужны. Вообще-то огурцы именно с таких едят. А-а-а. А-а-а. Вы что тихаете тут? Вы расчихались тут? Да успокойся, я просто чихнул, ну. Просто чихнул? А вы знаете, что у кори первые признаки, как у простуды? Не знаю. Вы корю раньше болели? Я нет. Но жена думает, что да. Это как? Да это я из Таиланда вернулся. Сыпь какая-то началась. Жена, мол, что такое? Я говорю, корь, дорогая корь. А вы? Болели корью? Я нет, не болел. Ну и не парюсь по этому поводу. Между прочим, зря. Взрослые гораздо тяжелее переносят корь, чем дети. Ха. Братан, у меня тёща неделю жила. И если я её перенёс, то я любую болячку выдержу. А, извините, а вы только от кори будете делать прививку? А от столбняка будете делать? От столбняка? Да зачем? Лишать удовольствия моего пацана. Я же ещё внуков хочу. Пускай стоит. Ну да, да. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Детки, проходим, проходим. Тише, 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 тише. Это что за пятна у вас? Что это за пятна у вас? Господи. Не переживайте вы так. Это пока я спал, меня дети фломастером разрисовали. Ха-ха-ха. А сколько у вас детей? Э-э-э, пятеро. Пятеро. Вот кому нужно прививки от столбняка делать. СМЕХ Это ещё что? Однажды они мне руку клеем намазали, пока я спал, а у меня зачесалось. Ну, ну вот так пришлось на работу и ехать. Я представляю, как с тебя ржали на работе. Ха-ха-ха. Нет, это полбеды. Меня в метро на каждой станции выкидывали и избивали. Детей не хотели в садике выдавать. Так, вы крайний? Да, я. Это хорошо. Так, я буду за вами. Ещё очередь в семнадцати кабинетах надо занять и всё. Слышь, мужик, могу очередь на АКДС продать. Спасибо, не надо, мы успеем. Успеем. Успеет он. Пятеро детей. Ни разу не успел. Успе вон. А вы это, раньше прививки делали? Сегодня ещё нет. В смысле сегодня? Вчера делали, позавчера делали. Позавчера тоже делали. Слышь, мужик, у тебя в роду фашистов не было? Найм. Немцы были, фашистов не было. О, чё там? Ничего себе. Это за две пустые банки? За полные. Там тебя новодядю полиция вела. Он попросил, чтобы я за него анализы сдал. Молодца. Слушай, Лёшка, иди, наверное, обратно под лабораторию, и жди пьяных дядь. Пап, я больше не хочу в туалет. Попей водичку и иди. Бизнесмен растёт. Лёша Маск. А я вот не хотел хвастаться, ну ладно, похвастаюсь. Я же тоже скоро миллионером стану. Да, я вложил деньги в биткоины. Я тогда их ещё по две гривны брал, да. Но могу вам, как корешам, продать по сто баксов. О. Это ж жетоны на метро. Да ты-то откуда знаешь, как они выглядят? Кто, биткоины? Жетоны на метро. А, здравствуйте. Кто на прививочке, сдаём медицинские карточки. Да, да, да. На прививочке, да. Так, так, хорошо. Вот за 2018-й. За 2017-й давать? Не надо, думаю, этого достаточно. Доктор, а я забыл дома. Ай-яй-яй, ну без карточки мы не принимаем. А вот, может быть, вот это поможет? Ну что же, вы говорите, что у вас карточки нет. Вот же она. Вот. А, значит, я делаю прививочку и зову следующего. Доктор, доктор, вы как прививку сделаете, ватку не выбрасываете. Слушайте, мне кажется, что вот эти вот все прививки, вот эта вся ерунда, это всё происки правительства. Они придумали, чтобы специально с нас бабло срубить. Да что вы ерунду говорите? Да, кстати, это реальная тема. Я в интернете читал. Слушайте, у меня аж кум работает в Министерстве здравоохранения. А давай его сейчас-то берём и спросим. Алло, кумчик, здорово. Слышь, вопрос такой. Вы вот эту вот канитель с эпидемией устроили, чтобы опять бабок срубить? Или? Да, я так и думал. Всё, расслабьтесь. А сам как вообще? Приболел? Чё, простудился? А, температура и красные пятна? Ну, выздоравливай, если сможешь. Вот у нас Министерство. Сами придумали, сами заболели. Вот видите, прививки всё-таки делать надо. А вы, кстати, уже определились, какую будете делать? Ну, говорят, бельгийская самая модная. Да, бельгийская хорошая. Мы её позавчера-позавчера делали. Позавчера индийскую, вчера французскую, а сегодня опять бельгийскую будем делать. Слышь, а ты не боишься, что у тебя ребёнок на прививки подсядет? Нет, что вы, мы ему делаем прививки от привыкания к прививкам. А мы нашей будем пользоваться. Какой нашей? Отечественной? Ну да. Ух ты, а как препарат называется? Записывай. Чеснок. Да, ну скажите тоже такое. Чеснок не то, что от кори, он и от дифтерии не поможет. Дифтерия? Дифтерия, это чё такое? Ну, это когда температура ломит всё тело, общее недомогание. А-а-а, так это у меня по утрам каждую субботу дифтерия, а я на бадун грешил. А, в общем, такое дело, можете не ждать, прививочки закончились. Как это? Как закончились? Сыночка! Сыночка, срочно покупаем химзащиту и биокамеру! Хи-сыночка! Стой! Доктор, я, конечно, всё понимаю, но, может, вы там ещё раз глянете, может, есть ещё прививочки? Для вас, конечно же, гляну. Вы знаете, посмотрел, ничего не осталось. Офигеть, у нас медицина! Офигеть! А вы чего ждёте? Нету прививок? Доктор, я жду, когда вы мне ватку вынесете. Слушай, ну ватка вас от кори не спасёт. От кори-то она не спасёт, но вот если под язык положить, от бадуна спасает. О, коллега, пройдёмте в манипуляционную. А-а-а, ещё говорят, медицина у нас плохая. Подождите, доктор, секундочку. Слыхал, сынок, что дядя сказал? Зоопарк контактный. А это значит, что всех зверушков можно трогать. Ага. Вот, на, держи, иди ищи козу. Ну, там ты в курсе, что надо делать. Только смотри с козлом, не перепутай. Не перепутаю. Мама сказала, кто козёл. Мама твоя в животных ни хрена не соображает. Понятно? Вообще, берега попутали. С ума посходили. Я, конечно, понимаю, что контактный зоопарк, но не до такой же степени. Папа, зачем ты мне глаза закрыл? Там же кролики просто боролись. Они там не просто боролись. У них там был чемпионат по борьбе. Что, тоже малому на кроликах всё объясняете? Да нет, нет, тут другое. Ну, иди там погуляй, найди, чем заняться. Папа, дай денег. Я пойду куплю кукурузных палочек и покормлю кроликов. Кроликов? Ой, обезьяны. Смотри мне, 100 баксов хватит? Нет, вот столько. Э, 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 э. Лёшка, захочешь кукурузные палочки, иди к вольеру с обезьянами. Блин, чуть не спалился. Да малый пришёл, а мы там с тётой Наташей кувыркались. Ну, я ему говорю, это мы боремся, сынок. Боюсь, чтоб он маме не сказал, что он видел, как папа с тётой Наташей боролись как кролики. Ну, понимаешь? А, слышь, подожди. А это тётя Наташа, это с 13-го дома, которая? Да. А, это знатная чемпионша по борьбе. Да. Так, тишенько, повторим. К ёжикам не подходить, могут уколоть. К курочкам не подходить, могут клюнуть. К енотам не подходи, могут что-то украсть. И к скунсам тоже не подходи, потому что я уже третий месяц штаны проветриваю. Папа, а можно кроликам? Не-не-не, кроликам лучше не ходить. Там у них прям чемпионат мира. Не ходи кроликам. Так, значит, таблеточку для профилактики свиного гриппа мы выпили. Таблеточку для профилактики птичьего гриппа мы выпили. Для профилактики козьего гриппа выпили. Чуть не забыл. Таблетку от аллергии на шерсть. Да у него скоро аллергия на твои таблеточки будет. Так, антиаллергенный пластырь прилепили. Ага. Мазь от лишея намазали. Ой, чуть не забыл спреет пауков. Так, все, хорошо. Все, иди, общайся с животными. Какой смысл ходить в контактный зоопарк, если вы всего боитесь? Общение с животными благоприятно сказывается на психике и ребенка. Ну, не скажи, не скажи. Вот у нас во дворе мужик один был. Так он с животными разговаривал. Его на дурку отправили. Но что самое интересное, он-то полиглот знатный был. И с собаками умел, и с котами. Бывает, сядет с голубями. По два часа о политике трындит. Общение – это контакт и игра. Так нам наш психолог сказал. У него что, еще и психолог есть? Три. Вы знаете, дети в этом возрасте очень подвержены всякого рода стрессом. Да какой стресс, ты что, смеешься? Вот у меня когда стресс, я писяшку ляпнул, и все. Стресса как и не бывало. Вот ты вместо своих трех психологов возьми одного. Ты кто? Сантехник. О, возьми сантехника, и у ребенка нет стрессов. Да, спасибо. Ой, Лешка, ну я же тебя учил. Идешь вон в озеро, заходишь по пояс. Самое главное – стоять и улыбаться. Понял? Все, давай, иди. Ну куда вы ребенка в озеро-то отправили? Вон же туалет. Вы цены в этих туалетах видели? А так мы на мороженое и на пивко сэкономим. Ой, слушайте, у меня в детстве кругом был контакт. Контактный зоопарк. Вот кого хочешь, чухаешь, гладишь, приводишь себя домой. Да. Ну да, кошечек, собачек там. Да, блог в шее. Мужчина! А? Мужчина! Что? Мужчина, вернитесь! Вы ребенка забыли! Никого я не забыл. Кому же там ясно написано «Бегемот». Да вы его каждое утро приводите, в клетки забираете, потом только все с вечера открываете. Мы его прокормить не можем. А прикинь, как мне его дома прокормить, а? Соберите сына назад. Сынок, не переживай, папка тебя не бросит. И голодным не оставит. Пошли еще посмотрим что-нибудь, давай. Папа, я есть хочу, папа. Давай. А мы же сегодня что пришли? Что? Мы пришли на белку посмотреть. На белку? Да. Неделю назад она ко мне приходила, а сегодня мы, так сказать, с ответным визитом к ней. А я пришел, мог бы вам показать, как выглядят олени и овцы. Потому что он думает, что олени это те, кто ездят по дорогам, а овца это тетя, которая паркуется на моем месте. Кстати, овцы вон они. Тише, отойди от овцы. Выплюнет не шоколадное дрожжа. Да ладно, пусть кушает. Че ты начинаешь? Пусть иммунитет вырабатывает. Я вообще слышал такую штуку, что люди в Таиланде всяких пауков, тараканов едят. Браток, я был в Таиланде, поверь, это не самое страшное, что они там делают. Я вообще вот любых животных люблю. Я вообще же охотник. Кстати, хотел купить себе недавно охотничью собаку, а жена заладила. Хочу шпица, хочу шпица, все. Так купите ей этого шпица, в чем проблема? Ты же жаба давит две штуки баксов за какое-то маленькое лохматное чмо, чтобы оно бегало, лаяло и гадило у меня в квартире. А как этот шпиц выглядит? Потому что я то же самое за штуку могу делать. Не так плохо. Я вообще против любого животного в доме. Чего? Они все разносчики бактерий. Ого! Я своей жене то же самое говорю. А она, нет, мама будет жить с нами. Вы лучше птичку купите. Я вот хочу малому сейчас купить попугая. Не, не, не заводите вы это пернатое. А чего? Прикольная птичка. Ну, с виду, да, прикольная. А внутри бездушная тварь. Он все мои заначки взял, жене раскрыл. Петуха я такие. Так, сынок, ты нахрена полез к верблюду в клетку, а? Пап, ну он так смачно жевал. Я думал, что реально вкусно, блин. И вообще он первый начал. Вот он тебя и победил. Всего с ног до головы соплями уделал. А зачем ты целовал жабу? Она же все равно красивой не станет, как в сказке. Я вообще не целовал. Я хотел ее надуть. Ты же мне шарики не покупаешь. А это ты у кого в клетке взял? Это не в клетке, это мужик с пивом ел. Я у него отобрал. О, тунец, это папки. Ладно, пошли. Научу тебя жабу надувать. Давай. Ты посмотри на него. Хомячит и хомячит. Да. О, кстати, у моего карифана Калюни. У него такой хомячина живет дома. Они прям сроднились. Прям член семьи. Я его хрестил даже. Да ладно. Да. Сумяка? Да. Ну, что люди не сделают, чтобы стать кумом прокурора? Ну да. А я вот себе, например, хочу енота-полоскуна завести. Зачем? Хочу на стиралке сэкономить. Сынок, пошли скорее. То надо еще мангал поставить и лук замариновать. Давай, 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 сынок. Стоять! Вы куда свинью тащите? Это не свинья. Это мой сын. Я про маленькую. У вас же контактный зоопарк. У него с ней контакт. Верните животное обратно! Иди, возвращай. Ну, забери, жадина. Ладно, сынок, пошли еще что-нибудь посмотрим. Куда вы пошли? А ну, отойдите от моего сына! Он невкусный, тише, иди сюда. Да, конечно, он таблетками нашпигованный. Так, тише, пошли отсюда. Нам еще надо пройти курс дегельмитизации, потом курс детоксикации, чтобы избежать... Госпитализации? И этого тоже. Идем, до свидания. Э, э, отойди, это моя машина! Лёва, лёва, иди сюда! Лёва, хочешь, я тебе у Дода покажу? Вон он стоит возле нашей машины. Погнали его, наваляем! Ну, сейчас! О! Пап, я молоко набрал. Красавчик. Яйцо у страуса свистнуло. Круто! Слушай, пойдем домой. Мама нам сейчас блинчиков сделает. Ага. Слушай, Лёшка, и ты в следующий раз так страуса сильно не пугай. Там у них пол бетонный, он же себя башку разбивает постоянно. Давай-давай. Шевелись. Давай-давай-давай. Переходи на рысь. Всё, пацан, деньги давай. Всё, давай, чеши домой. Я ещё хочу! Не-не-не. Лошадке надо отдохнуть, перекурить. Давай, вали оттуда. Так. Папа, почему я должен катать этих детей? А кто виноват? Нафига ты у пони в клетке начал корм жрать? Дети подумали, ты лошадь. Я есть хочу. Не, морские, это папе. Давай, дорогой мой. О, смотри, наша бабушка. Какая бабушка? Это горилла. А хотя... Бабушка. Нет. Сейчас я тебя с нею пока оставлю, ладно? Пожалуйста, не надо. Надеюсь, Типа Анна. Вы родственникам привестись пришли. Мальчикам присмотрите, ладно? Я без はической передtail 환ocant Аппа, паппа, папа. Опа-папа, папа-пап. Оп. Тих-тих-тих-тих. Заземлица. Заземлица. О-о-о. Обожаю адрекционы. Два кружочка на центрифугии, и всё. Бутылочка пивка оставляет в похлеще ящика. О, арахис на шару прикольно. Так, ну что, ну что, давай еще раз все проверим. На коленечке есть, на локотничке есть, шлем одел, парашют тоже. К доктору мы записались, страховочку оформили в церковь, на всякий случай зашли. Ну, с Богом, как только сядешь, сразу пристегнись, чтобы не выпасть, хорошо? Вот так оно, щелк и все. Ты что его, на антромном коллайдере запускать собрался? Да нет, пока только на качелях попробуем. На качелях? Да. Что ж ты за отец такой, а? Что, что? Где шарфик? Там же сквозняки. Точно? Ай, это, скотчем не забудь примотать, чтобы не впало. А, спасибо. Да, вот, скотчиком. Ты что, прикалываешься? Я насчет скотча пошутил? Вы знаете, безопасность не шутки. Ну, Тишуня, беги. Аккуратно. Здорово, мужики. О, здравствуйте. Лёва, поздоровайся с мужиками. Дай пять. Это что такое? Это мы выиграли в тире. Классная штука. Дай пять. Меня-то за что? Ну-ка дай сюда, чтобы ты никого из детей не долбанул. Ну, давай, иди, катайся на железную дорогу. Только на детскую. Я своего в плацкарте как-то свозил. С тех пор он ни к детской, ни к взрослой железной дороге не подходит. Куда же ты его свозил? Я его в этот, в детский лагерь морской, в Жмеринку отправил. Морской? В Жмеринку? Я сам, честно говоря, в шоке. Что за название? Жмеринка. О, Лешка мой. Ну что, малой, накатался на центрифуге, а? Целый день там гоняет. Тихо-тихо-тихо. Ты, может, его на другой аттракцион отправил? А то его, походу, реально укачивает. Не, я бы с удовольствием. Но дырка в заборе есть, сток на центрифуге. Я уже накатался, мама. Какая тебе мама? Я тебя в отцы гожусь. Ты что? Да вы что, не видите? Ему же плохо. Налицо синдром вертига. Я учился оказывать экстренную помощь. Надо прощупать пульс. Как он? Где тут? Ого, какой у меня пульс. Мне надо срочно выпить успокоительное. О, боже мой, это ослабительное. Надо закрепительное. А, вот и слабительное. Мама, я пока как. Что вы? Что, ребята? Да все нормально. Сейчас я его в обратную сторону раскручу. Ему легче будет. Поехали. И опа-па-па-па-па-па-па-пап. О, смотрите, как новенький. Все, иди катайся. Спасибо, бабушка. Видать, не в ту сторону раскрутил. Понял. Завидую я ему, конечно. Меня центрифуга без алкоголя уже не вставляет. Видал, сынок? А мать говорит, что мы не общаемся. А мы раз и раз в 10 лет в парк. Мужчина, мужчина, вот ваша сладкая вата. Ну что, сынок, рассказывай, что тебе понравилось сегодня? Ой, понравилось, пап, понравилось. Вот ты, ты от меня на лошади. Я за тобой на машине. Люди смотрят. Настоящая погоня. О, а где это такое, а? Да вон, мужик, на карусели это. Посмотри внимательно. Сынок, ну что, вата, нравится сладкая, нравится, а? Нет, а вкуснее была. Слушай, да подожди. А пойдем карусель в обратную сторону крутанем. Получится, что теперь я за тобой гонюсь. Классно, папа, ты у меня вообще молодец. Погнали. А вы знаете, что карусель это самый опасный аттракцион в этом парке? Чего это? Ну откуда вы знаете, привиты там животные или нет? Я так понимаю, у вас аттракцион самый лучший, это вызывать скорую каждые 15 минут, да? Очень смешно. Между прочим, это именно благодаря мне. Карета скорой помощи тут дежурит теперь круглосуточно. Спасибо. О, прикольно. Надо будет малому сказать, чтобы притворился больным. Нас тогда домой отвезут. На шару. Энди, хорошо. Хорошо. И не кричите, пожалуйста. Говорю же, машиной управляю я. Ага. Окей. Тогда я докрашусь. Да, едем, смотрим за дорогой. А это что такое? Ну как это что. Это наша автошкола Дурында. Я к вам свою приведу Блин, что за погода такая Вроде же солнце, откуда дождь Да это Лёшка мой на колесе обозрения катается Лёш, перестань плеваться А что ты решил, что это он? Может это и не он вовсе? Да он это! Я же его научил На свою голову Лёша, хватит! Извините, извините, пожалуйста Вы не видали тут детей? Да откуда в детском парке дети? Я шарики пока им покупал, они все разбежались А сколько детей у тебя? Ну сколько шариков, столько и детей Девять? Да, и все мои Три девочки и шесть мальчиков Братан, не те тебе шарики покупать надо О, вон они, на ослика все взобрались Ой, точно, точно Спасибо вам Пожалуйста Что вы делаете? Да ладно, это даже полезно Типа электрофорез Скажи Да, электрофорез очень полезен О, спасибо Ну что, идиот, вы меня чуть не убили А нет, поздравляю, вы меня убили У меня нет пульса Скорая А нет, вот он Все в порядке Со мной все нормально Дурак Валя, Оксана, Наташа Игорь, 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 Игорь Игорь Игоревич бежит к вам Вот, чтобы у меня пацан вот таким вот не вырос Я его на автоспорт отдал Это правильно Я своего на велоспорт отдал Тоже хорошо Ну и как, нравится? Да, нравится, бегает Все нормально В смысле бегает? Они же там вроде должны на великах ездить Ну, у кого есть велики, те на великах Мой пока бегает Мускулатуру развивает Я вот это думаю его на бокс отдать Так у него быстрее велик появится Ну да А вы, я так понимаю, на кружки не ходите? Сидите дома под кварцевой лампой Кварцуетесь Очень смешно Мы, между прочим, с моим сыном ездим в Бровары на макраме Ага, съели? Господи, что же он тебе такого сделал, что ты ему так мстишь? Папа, папа О Что случилось? Я хочу в комнату страха В комнату страха? Сейчас тогда одну штучку оденем и победешь Так, давай Ножку, правую Молодец Ничего не бойся Вперед, папка с тобой Сыщи мужики А что это комната страха? Что это такое? А вы что? Это когда темно Жутко пахнет И всякая нечисть из-за угла выпрыгивает Ага И что, люди за это реально деньги платят? Да Блин, у меня же целый подъезд страха Я же туда могу экскурсии водить Да, классный стартап О Так, сынок Значит, батут лопнул Карусель сломана, цепь порвалась Где еще Хочешь отдохнуть, сына? Папа, давай Папа, давай Так Папа, а пойдем О, пойдем В комнату кривых зеркал У меня там такая страшная рожа получается Сынок, это был просто туалет Не надо смотреть в зеркало, когда ты тужишься Пошли дальше Хочу пони Кататься Жрать хочу Ну, обед так обед, сынок Стремные какие-то Хорошо, что они возле наших детей не играют Ага Кстати, а что это они там скучковались? А, это они белку увидели Левчик, если тебе нравится белка, покупай, деньги у тебя есть Тише, а не трогай белочку Вдруг у нее бешенство Леш, да не позорь ты меня Подожди лет десять, тебе белка сама придет Да, хорошо, едем, едем, едем И не орите вы, пожалуйста, говорю же, машиной управляю я Так вот где их учат вождению Да, именно так, автошкола Дурында Куда вы? Едем, едем, едем Теперь понятно А, да Хух, блин, жарко сегодня А, да Ну-ка, Лева, купи папе мороженого Тише, можешь тоже мороженого купить Ты что, с ума сошел? Не боишься, что он заболеет? Нет, мы дома в микроволновочке разогреем, он ложечкой похлебает Э, пап, короче, я тоже хочу мороженого Короче, папа тоже хочет мороженого, но деньги есть только на пиво Блин Все, иди катайся Вот твое мороженое Спасибо, сынок Я на картингах пойду покатаюсь Давай, сделай всех Приятного аппетита Черт Блин Идиотская игрушка Я так понимаю, вы мороженого уже не будете? Нет Лешка Лешк Пап, тебе мороженое достал Земляничное? Ну и земля тут немножко присутствует, да На Продается мороженое, коммун мороженое Дай, дай, налетай и мороженое покупай Ой, а вы, кстати, не знаете, почему в этом году не проводят конкурс детского рисунка мелом на асфальте? Так, понятно Асфальт найти не могут Сейчас в Украине вообще нигде этот конкурс не проведешь Папа, с картингов слили весь бензин как-то Да ладно Да это охранники, по-любому гады, крохоборы такие, мешают детям развиваться Ну ладно, ладно, сходи в дурынду, поучу полицейских ездить, давай, давай Пап, я слил весь бензин с картингов Молодца Пойди предложи его таксистам Папа, 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 ты видел? Ты видел, как я с одного выстрела? Тихо! Главное теперь, чтобы тело хозяина Тира не нашли Папа, папа, представляешь, мальчик Лёша меня научил делать котлеты и собачек как кафе Вкуснее, чем у мамы получать Да О боже мой, скорое промывание, срочно, вот туда, да, ага, идём, 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 идём Папа, папа, мальчик Лёша научил меня угонять машины Классно! В смысле угонять? Лёва, ты чего? Подожди Не догонишь, не догонишь, бе-бе-бе-бе-бе Лёва, подожди, мы же это, мы же спортсмены, Лёва Эй, папанька, мальчика не видели маленького? Нет Ну с пистолетом чёрным Не понимаю о чём Ну Лёшка его все называют Такого не знаю Папа, вот деньги за бензин Теперь у нас есть лавандосик, чтобы пойти на аттракционы Нет, сынок Теперь у нас есть лавандосик на пиво и на арахис Ладно, пойду, как всегда, бесплатно покатаюсь Эй, быстро мне место! Эй, Лёш, Лёш, папа второй раз на тебя не сядет! Вот вандалы, надо же тебе всё поисписывали тут Это какой-то капец А это же, между прочим, областной роддом, ё-моё! Зая, солнышко, любимая? Скотина, опять забыл, как меня зовут! Котёнок, ну не начинай, а! И как? Зая, ну давай не сейчас! Скотина! Что? Скажи, кто? Я же говорю, скотина! Скотина, скотина, это девочка, что ли? Зая, опять нажрался, придурок! Да чего, выпил немножко, ну чисто для храбрости, но... Ты зачатия не просыхаешь! Так, для меня это тоже очень волнительный момент! Янка, Янушка, матушка моя! Ну что, говори, кто? Дочка! Янка, ты, наверное, перепутала? Ты хотел сказать мальчик, да? Нет, дочка! Ну как же дочка? Ну Янка, мы же договаривались! Я же с бабками со всеми договорился! С врачами! А ты, дочка! А вы УЗИ пробовать не делали? Ну, я делаю, с этими легче всего было договориться! Янка! Ну как же так? Пусть, ну какая разница? Это ребёнок, а за ребёнка ты обещал подарить мне Мерседес! Я за пацана тебе обещал подарить Мерседес! А за то, что ты родила, я тебе обещал, помнишь, сама что! Пусть! Ну зачем мне третий Део Матис? А мне зачем дома малолетняя группа Виагра? Люда! Люда! Покажи в окошко малыша! Ого! Вас тоже девочка, да? Нет, мальчик! Разверни! А махнуться не хотите на девочку, а? Да не переживайте вы так, и у вас будет мальчик! Мы с Людкой три раза девочек по соседям раздавали! А чё, так можно было, что ли? Конечно! Это ж всё же лучше, чем топить! Я извиняюсь, это вы сейчас о ком говорите? О котиках! А, то есть, Люська это кошка! Люда, тебе от Люськи привет! Вчера катилось три котёнка и все мальчики! Яна, все мальчики! Да вы не переживайте так! Главное, чтоб ребёночек здоровый был! Чтоб не Блох, не Лисая! Женя! Женя! Да ладно! Не дай бог, конечно! Мариночка, я договорился, родом отличный, рожать будем здесь! Теперь главное зачать! Ну идём, зачинатель! Егорушка! Чё? Ну что мне тебе сделать, чтобы ты не дулся? Пацана родить! Люд, я тебе покушать принёс! Всё, что ты любишь! Вот, печёночка, вискос, рыбьи головы! Это, Люська, на бананах сегодня опять, да? Зая, а есть, что поесть? Да! Скинь! Перебьёшься! Егорушка, но зато у меня от молока грудь на два размера увеличилась! Это чё, теперь седьмой, что ли, получается? Люда, а покажи ещё раз мальчика! Яна, а покажи ещё раз, что там увеличилось-то! Да! Саша! Да ладно, ладно! Слушай, у тебя есть там что попить? Может, купить надо? Ну, купи! Денег скинь! Вообще охренел! Ну и сиди там, голодная! Ладно, лови! О! Ага, хорошо! Чё взять, светлая или тёмная? Придурок, сок возьми! Слушай, а сколько? Три двести! Блин, лучше бы 0,5 было! Я, Яна, а у нас сколько? Семь четыреста! Девочка, семь четыреста! И ещё доктора нужно занести! Ты про деньги, что ли? Блин, да это я договорюсь! Вес какой у ребёнка! А! Четыре двести, взяв тебя! Блин, ну... Вот ещё бы десять граммулечек, и был бы пацан! У тебя тоже, да? Тоже пацан? А я, вы знаете, не заморачиваюсь! У меня главное, повод родился! Третий! Раньше ж как было, за третьего по сто тысяч давали, а сейчас за всех одинаково! Короче, душат в нашей стране мелкого производителя! Согласен, на котятах много не заработаешь! Янка, ну как же так-то, а? Я же ему имя придумал, машинки купил, мячики, танки, картинг! А ты... Пацан, ты чё плачешь? Я потерялся! Не волнуйся, папка тебя найдёт, наверное, сейчас где-то отмечает! Потерялся? Пацан, потерялся! Э, мужик, ты чё? Тебе картинги нравятся? Пойдём! Я тебе такой картин подарил! Пацан! Пацан! Я его переношёл!